А вот ваша оценка в целом цеха писательского, ну и смежного, литературного, я имею ввиду литературоведов и критиков, и людей работающих в индустрии книжной. Как вы оцениваете в общем настроение? Там в основном либеральные преобладают ценности у людей занятых? Вы знаете, по-настоящему либеральных ценностей вообще мало у всех. То есть людей, которые действительно либералы в каком-то таком высоком, чистом значении этого слова, их очень мало. Я бы скорее сказал так, что существуют патриотические силы, и существуют силы скорее антипатриотические. Но, как правило, это даже не имеет отношения к либеральности, к демократии. То есть я видел людей, которые, знаю людей, которые там ярые патриоты России, при этом они абсолютно либеральные. А есть люди, которые, собственно говоря, придерживаются каких-то очень имперских, агрессивных даже взглядов, но только не в отношении России. Они не за Россию болеют, скажем так. Лукьяненко ушел от ответа, подумал я. Очень втихаемо. Вы знаете, да, но не очень хочется называть имена. Нет, и не надо. У вас всегда персонажи в ваших книг, это всегда есть сущности, люди, готовые к подвигу. Вы считаете, что воспитательный фактор в вашей литературе присутствует, или в основном все-таки это развлекательное? Ну, я надеюсь, что присутствует, конечно, надеюсь на это. Ну, я другое имел в виду, может быть, не точно, вы сознательно это делаете, или вы вот пишете, как вам пишется, а там уже как получится? Я не делаю это сознательно, но поскольку я, естественно, в своих героях пытаюсь, да, не пытаюсь даже, а просто само по себе так происходит, что в героях, которые симпатичные, которые ведут как бы события, в них приносишь какие-то свои черты, свои взгляды, то, разумеется, так получается. То есть какие-то ненравящиеся качества вкладываешь в персонажа сознательно, и их обычно стараешься вложить не в главных героев, не в тех, кто симпатичный. А вы, вот когда образ создаете, вы используете свой личный опыт, то есть кого-то вы, допустим, можете, из своих знакомых? Конечно, конечно. Неполит корректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.